я приветствую всех и каждого сами body мы продолжаем проходить как я ее называю игру маунт вообще реально правильно сказать монтаж маунт или монтаж маунт или манты кьюз маунт но не суть важная называю маунт от того что мы будем с вами париться над названием смысл если он не поменяется игра довольно прикольная довольно интересно довольно затягивающие закончили прошлую серию на том что опустили этот мост не без труда но мы справились так и попадаем на развилку фана уим махалу и направо у нас странный сервис куда пойти непонятно нет понятно становится сразу потому что налево нас не пускают значит нам направо давайте смотреть что в этом заброшенном домике выключатель у нас здесь есть нет дайте мне выключатель я не вижу нихрена выключатель это здесь и нету по крайней мере лампа горит ворота ворота я понял что здесь есть не совсем понятно как врубить свет ладно давайте осматриваться такие же лампочки так отодвигаем решетку нажимаем кнопку и да будет свет отлично просто великолепно ворота открылись знаете это все почему-то мне напоминает сериал lost не знаю почему все эти острова механизмы все остальное как-то наводит вообще любой проект любой фильм любой не за сериал мультик игру всегда в ней можно найти аналогии с какими-то до этого известными проектами это не нового как говорится все но это хорошо забытое старое так а здесь у нас код понятное дело что я его не знаю понятное дело так я куда комбинацию установил одну из четырех не давайте ка я отсюда уйду кажется комбинация не то да ладно а вы чё думали что я сразу так спонталыги угадаю код даже не стараюсь этого делать так ладно код из четырех цифр я запомнил видимо в нем и будет лежать смысл нашей текущей серии всех последующих чтобы этот сейф открыть пока давайте просто проходить вперед так что если честно стрёмно вперед идти мы куда пещеру сейчас пойдем здесь на улице темно в пещере ты и подавно но в любом случае боятся не наших традициях не вижу подойду но куда то я выхожу через небольшой коридорчик мне звуки на заднем плане не очень нравится всякие шапотки все остальное так можно пойти сюда можно пойти сюда я хочу сначала зайти сюда этот укромный уголочек вы нашли тайное место не такое уж и тайное еще одна открытка из ирландии всего их таких потайных мест будет 5 сомневаюсь что мы найдем все но то на что набредем то и будет для нас наградой все дальше мне уже не пройти священный камень что за священный камень что с ним делать так дальше меня тоже не пускают ладно проходим на берег на нем по крайней мере светло рыбацкий берег ну по крайней мере локация не однотипная несмотря на то что это один большой остров и прошли мы относительно немного в любом случае так это называется ты сюда не ходи сюда ходи снег бачка упадет больно будет да ладно тот самый буй который помог нам разрешить предыдущие головоломки так 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 и их осматривать волна рез так упали ли эти камни просто так или что то с этим связано пока для меня непонятно понятно ли что мне нужен сейф от сейф от шифра хотя сказать шифр от сейфа где его найти я пока как говорится один день по дни душе не знаю это все поглощающий страстью если бы не скромная разница в оттенках день было бы сложно отличить от ночи это место похоже на часы в которых остановился маятник часы отделка которых облезла от старости серые пустоши вокруг побеждают меня кажется я шагаю по краю бесцветного циферблата тик-так 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 очень знаком голос актера если кто-то его узнал то напишите в комментариях кто это но очень знакомый голос и видно что он старается и самое главное справляется со своей работой так еще одна могила нашли могилу айдена маклохлина а первая могила тоже айдена маклохлина было никого другого фамилия то та же вот имя я забыл честно говоря ну и сомневаюсь что здесь две могилы одного и того же человека да неподъемный столб так я слышу какое-то жужжание электричества где-то вот здесь или мне это кажется почему-то раньше я его не слышал ну ладно будем думать что это я просто не обращал внимание так ну в любом случае мне надо сделать что-то здесь потому что смысл мне куда-то возвращаться правильно я пока не вижу никакого мне нужно пройти через эти ворота вот здесь например нет ну пологие вещи ну что мешает человеку зайти вот так вот обойти да но это то что мы прощаем играм это условности они полны их если на них обращать внимание то проще не играть так и мы опять по крайней мере я опять замешать все что делать дальше ладно давайте попробуем пойти назад потому как меня все таки напрягает этот звук я его до этого не слышал в инвентаре у меня пусто это ощущение что этот звук манит меня назад я допускаю о подождите у меня есть идея блин бегал бы побыстрее может быть это на могиле есть код к сейфу написан нацарапан нам нужен код сейфу то есть соответственно на нем нужно делать акцент может быть это номер лодки какой-то порядковый может быть это что-то еще так дата смерти нет адольф сзади сзади ничего не написано на могилке нет сзади ничего не написано двинуть я его тоже не могу ох не хочется мне если честно думать о том что мне придется сейчас обыскивать все опять ранее исследованные территории ну ладно что делать как обычно если это будет долго и мутерно я вырежу ох невнимательность моя невнимательность ну как так можно двадцать четыре пятьдесят два двенадцать шестьдесят семь вот она сейф от кода кода сейфа двадцать четыре давайте блин разгадка лежала прямо под сейфом я не думал что может быть настолько все просто и даже не обратил внимание который раз уже с ящиками у меня порты в плане их замечания двадцать четыре так пятьдесят два в эту сторону будет быстрее пятьдесят два двенадцать шестьдесят семь двенадцать шестьдесят семь отлично крутим барабан и получаем сектор приз отлично и что это в снаряжении появился новый предмет кусок надгробной плиты так вы что предлагаете мне вернуться туда я не помню чтобы у него отсутствовал кусок надгробной плиты будет забавно если его нужно будет ставить именно не в тот на побережье кусок не на ту могилу а ту которую мы видели в самом начале я говорю еще на той локации до перехода через мост я в любом случае пойду сначала сюда посмотрю если что придется бежать обратно через всю локацию я же правильно понимаю это кусок плиты обломок резного камня ну да мне кажется он именно сюда должен куда-то подойти облом или подошел он нет не подошел ладно пойдемте к той могиле так но если он не подойдет сюда я опечалюсь а он подойдет надеюсь подойди сюда подойди сюда пожалуйста что за обломок резного камня и куда его присобачить не подходит не подходит а как я палку не заметил что это лопата а я же здесь был вроде ее не видел отлично что это у нас ручка ручка от чего друзья пока я изучал локацию вот видите опять наткнулся на какую-то ручку получается я собираю фрагменты какого-то пазла пока для меня неизвестно может с помощью этой ручки можно сдвинуть этот брус и открыть ворота давайте сначала попробуем применить его на могилу я нас два а на брусе то нет как раз возможности применить ничего может на него залезть тупо прыгать то я не умею можно залезть нет да нет вроде нельзя так а что надо с помощью этой ручки делать нелегко нелегко я вам скажу понять о можно все таки залезть ну потому что я уже больше ничего здесь не могу найти оказывается было бы как я и думал просто перелезть через брус только при этом нужно было смотреть вниз а не вверх ладно но будущее запомним отлично если ты безумен по-настоящему безумен то уже не осознаешь свою болезнь реальность это то что ты видишь а когда то что ты видишь меняется удаляясь от чужих представлений для тебя оно все равно остается дальше я не успел дочитать но я так понимаю что реальным почитаю на записи вы то явно успеете почитать на паузе а я чуть не успел но в любом смысле так там ребенок там бродит этот чертов ребенок ну чертов потому что он меня пугает до чертиков а не потому что я не люблю детей вы понимаете что я имею ввиду ну ладно давайте за ним он нас явно куда то ведет еще один буй так вот там явно тайное место сто процентов я уверен на все 150 процентов что здесь тайное место нет здесь есть сейф а кто помнит комбинацию 12 50 болейн я не помню комбинацию надо было ее записать ну короче сначала сюда сходим там явно лежит еще один такой осколок а вот комбинация написано здесь под двери торчит металлический столб 55 10 14 82 или 90 55 да я запишу блин что я буду мучиться 55 10 14 82 ручка то под рукой еще со времен разгадывания азбуки морза давайте так 55 без разницы в какую сторону одинаково 55 10 15 недалеко отсюда 82 давайте давайте я надеюсь откроется без проблем и там будет лежать еще один кусочек этой гадостной головоломочки так что это такое болт старый деревянный винт с отверстием но будем думать что эта вещь нужна ладно ладно так вот это что за байда нас туда не пустят пока мы не ставим сюда на деревянный винт я правильно понимаю так наверно у него палку это очевидно кажется чего то не хватает чуть не хватает палку вставляй и проворачивай ну ну что такое что то ему не хватает давайте думать что ему не хватает осматриваться может пластинку надо вон прилепить ручка вставляйся ну даже очевидно что вставляешь ручку и проворачиваешь ё-моё ага понятно вот почему меня не выпускали да не смотрю я себе под ноги давайте еще пробежимся тогда может я что то еще пропустил что то я как то уверенно пошел за этим пацаном они как будто меня специально отвлекли что так это что такое весло какое то что еще новый предмет понятно понятно почему они меня не отпускали потому что здесь на земле валяются два важных элементарных сюжетных предмета все время говорю себе смотри лучше по сторонам но как только мы здесь появились появился этот пацаненок я за ним сразу пошел не обращая внимание под ноги ловко ловко но хорошо что они по крайней мере они не выпускают меня пока я это не найду ладно впредь будем внимательнее я говорю себе каждый раз но это не обязательно что впредь я буду внимателен по крайней мере понимая по какому принципу они нас отвлекают по какому принципу разбрасывать предметы так будет и чуть не дашь нет причальный буй так я так понимаю именно эту подобие весла и нужно сюда вставили да да именно дверной механизм сработал еще разок ну еще разок давайте куда-то глубоко в горы в пещеры мы пойдем не могу сказать что я этому факту рад вот что ты не открываешься тоже сколько можно очень долго очень плохие ворота понятно что этот пацанинок символизирует видимо главного героя в детстве давайте пытаться понять куда он его ведет самое главное зачем ну и параллельно смотреть под ноги так вот здесь что-то валяется нет ага здесь какое-то укрытие кто-то здесь жил так ну-ка у меня есть догадки но пока помолчу может быть он с детства на этом острове живет и просто сошел с ума от одиночества и поэтому очнулся как бы в небытие шизофрении фотографии детские питер 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 лето 92 питер 92 октябрь что за питер вы знаете ну понятно что скорее всего эта игра была сделана под впечатлением от смерти ребенка одного из разработчиков я могу только догадываться и сына наверно звали питер это его реальные фотографии ну это первое что разит голову пит так рейчел 90 год питер 92 питер на день рождения 93 году рейчел 90 год питер 92 год питер зима 93 питер питер октябрь 92 ну да не только ребенок но еще и мать а это день рождения аэна 93 год наш герой потерявший дочь ой дочь говорю сына и жену и свихнувшийся на этой почве но это первое что разит голову то что очевидно но это явно еще не конец потому что мы явно не собрали все элементы пазла нужно запомнить нужно запомнить что именно что питер питер рейчел яин ну хорошо давайте на этом эту серию закончим не знаю насколько она получится коротко не коротко потому что я очень много бродил без дела то есть я много вырезаю но в любом случае мы там где мы есть игра довольно непростая но в то же время нужно быть очень внимательным как в принципе во всех адвенчерах во всех квестах и так далее и тому подобное ну извиняюсь за то что я иногда пропускаю вещи но поверьте мне комментировать и быть сконстатированным довольно тяжело надеюсь вам понравилось следите комментарии подписывайтесь ставьте лайки с вами был anybody play до новых встреч все пока 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 пока